В этом прозрачном боксе маленькая Виктория проведет еще несколько дней. Она появилась на свет пару недель назад, вторая дочка у мамы. Первый ребенок родился в срок. Молодая женщина, будучи беременной, и в этот раз чувствовала себя хорошо. Правильно питалась, отдыхала, но все произошло внезапно, говорит Оксана. Врачи посохраняли маленечко недельку, и вот мы родились 29,5 недель. Опасение было, что ребенок не выживет, конечно. Недоношенные дети – это проблема, с которой медики хотели бы, но не могут бороться. По словам главного врача клинического перинатального центра, на сегодняшний день нет способов профилактики ранних родов. Их невозможно и предугадать. Нет способов остановить эти преждевременные роды. Несмотря на большой арсенал фармацевтических препаратов, которые совершенствуются, на сегодняшний день мы обладаем только теми препаратами, которые позволяют приостановить этот процесс не на долгий период. В нашем крае два медицинских учреждения, в которых выхаживают недоношенных деток. От рождения до самой выписки. В клиническом перинатальном центре удалось подарить полноценную жизнь малютке, вес которой был всего 490 граммов. При этом врачи утверждают, дети, рожденные с критически низкой массой тела, впоследствии могут быть инвалидами. Риски у них существуют, смотря какой срок гистации, какие были сопутствующие заболевания, потому что и легочная патология у них может быть, они и подвержены. Иммунная система у них очень чувствительная, они развиты. О том, что недоношенные дети не приговор, а факт, который ученые не могут объяснить, специалисты будут рассказывать молодым мамочкам. Сегодня в этом перинатальном центре для них открылась специализированная школа под названием Тарапышки. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.